в прошлой части мы с вами связали спинку теперь займемся передом у меня 98 петель мы с вами делали расчет высота горловины спинки у меня 14 рядов у переда я возьму 20 рядов если вы хотите более глубокий вырез вы можете взять 30 рядов 40 у меня всего 64 ряда минус 20 значит сейчас мне нужно провязать 44 ряда провяжите самостоятельно нужное количество рядов я провязала 44 ряда дальше мы с вами сделаем расчет нашей горловины мне остается провязать еще 20 рядов здесь у нас расчет горловины у спинки в принципе его можно взять такой же там просто вместо 14 нужно провязать 20 рядов если вы хотите более заостренную горловину тогда посередине можно например закрыть 8 петелек а по краям получается 13 с одной стороны 13 с другой там 3 и 5 раз по 2 петельки я хочу связать шире горловину чем у спинки поэтому я решила сейчас я вам нарисую горловину посередине закрыть 14 петелек мне нужно закрыть 34 петли у горловины посередине я закрываю 14 значит 34 минус 14 остается 20 петель делим на 2 и получается 10 с одной стороны мне нужно закрыть и 10 с другой я закрою 5 раз по 2 петельки с одной стороны и с другой давайте посчитаем сколько нам сейчас нужно провязать петель плечо имеет 32 петли здесь закрывается 10 петелек до этой точки получается 42 петли самостоятельно провяжите это количество петель я провязала 42 петли далее мне нужно закрыть 14 петель по узору у меня идут лицевые петельки поэтому я их буду провязывать лицевыми петлями провязываем первую лицевую вторую набрасываем предыдущую провязываем следующую набрасываем предыдущую далее у нас три петельки которые мы снимали их тоже провязываем лицевой провязываем набрасываем предыдущую провязываем набрасываем предыдущую провязываем набрасываем предыдущую дальше вы уже самостоятельно закройте нужное количество петель я закрыла 14 петель это у нас получается 1 ряд горловины самостоятельно довяжите этот ряд провяжите изнаночный в третьем лицевом закрываем 2 петельки провязываем 4 изнаночный потом в пятом в седьмом в девятом в одиннадцатом лицевом закрываем еще четыре раза по 2 петли ну а дальше вяжем 19 рядов и в двадцатом в изнаночном закрываем все петельки оставляем длинный конец нити я провязала 20 рядов вот что у меня получилось здесь я по 2 петельки закрывала 1 раз 2 3 4 5 раз потом прямо провязала нужное количество рядов и в двадцатом закрыла все петельки оставила длинный конец нити я всегда плечевой шов делаю от горловины краю поэтому всегда длинный конец нити оставляю у горловины то есть от горловины краю мы будем делать плечевой шов поэтому с этой стороны я оставила длинный конец нити с другой стороны начинаем вязать с изнаночного ряда это получается 2 изнаночный ряд во втором изнаночном ряду сразу закрываем 2 петельки в начале тоже самостоятельно провяжите у нас получается во втором в четвертом в шестом 8 в десятом закрываем 5 раз по 2 петли потом еще 9 рядов провязываем то в общей сложности получается 19 рядов и в двадцатом закрываем все петельки я провязала 20 рядов вот что у меня получилось здесь уже ниточку можно не оставлять у нас получается длинный конец нити вот с этой стороны от горловины и у спинки с другой стороны тоже длинный конец нити от горловины сейчас мы с вами сделаем плечевые швы займемся плечом я буду делать плечевой шов крючком у меня это номер два с половиной если вам удобнее можете взять иглу будем захватывать косички с одной и с другой стороны и так захватываем косичку и вытягиваем нить ну а дальше просто захватываем косички с одной стороны и с другой и пришиваем смотрите как делаю я и повторяйте за мной если хотите вы можете захватывать косички за верхние стеночки то есть одну косичку за верхнюю и вторую тоже за верхнюю либо делать шов с изнаночной стороны здесь уже на ваше усмотрение дальше сделать самостоятельно плечевой шов я сделала плечевой шов из-за того что у нас узор идет волнами то есть волнистый шов как видите тоже получается неровный если вы хотите чтобы у вас был ровный шов тогда последние где-то 6-8 рядов провяжите чулочной вязкой то есть лицевые ряды лицевые петельки изнаночные ряды изнаночные точно также как мы вязали вот здесь в начале и тогда плечевой шов у вас получится ровный точно также сделайте плечевой шов с другой стороны нам остается связать рукава и сделать обвязку горловины в следующей части мы с вами продолжим